Добрый день! Привет, Саня. Всем здравствуйте. Ну, как дела, как у всех? Приходится дома сидеть сейчас. Не надоело? Потому что спортсменам всегда тяжело, да, наверное, избыток энергии. Девать ее некуда сейчас. Ну, конечно, надоедает, но приходится с этим мириться. Что делать? Самый большой плюс – семья, наверное, да? Чего вам в этом сезоне особенно не хватало? Да, это точно. И, конечно, дети все счастливы безумно, потому что столько вместе с отцом они не проводили, наверное, никогда еще в своей жизни. Ежедневно 24 часа. Чем занимаетесь обычно? Ну, обычный день семьи Будьку. У вас, кстати, еще замечательная собака Отис, да, есть большой-большой самолет белый. Ему как приходится? Ну, собаки, я думаю, как и дети, они не понимают, что происходит, почему мы все время сидим дома. Вот. Ну, обычный день начинается с того, что мы просыпаемся, ну, не поздно и не рано, наверное, около девяти. Раньше просыпались раньше, конечно, наверное, в 7-7.30, когда нужно было детей отвезти в детский сад. Вот. Дети тоже не устают, поэтому они сейчас не спят долго, и им хватает, поэтому у нас будет 8-8.30, но не дольше, чем в 9 часов утра. Вот встаем, иду с собакой гулять, стараюсь подольше погулять, тоже некая нагрузка, потому что здесь рядом хватает места. Вот. Вот. Целый пляж, так сказать, да, это возле улицы Сибгата Хакима. Вот. И туда все ходят собачники гулять. И дальше ничего, завтрак, тренировка, растяжка, тренировка какая-то, ну, какое-то физическое упражнение. Остальное время, ну, ничего, ну, что ты здесь делаешь? Ну, все подчинил дома, каждый день пылесосишь, я не знаю. Да. И пытаешься занять себя какими-то бытовыми делами, которые уходили там на второй, третий план, когда был сезон. Вот. И особо ничего, но изредка выезжаю в магазин в метро раз в неделю, и все. Больше ничего не делаю. Вот из чата вопрос, мы просто спросим, закрыт ли центр волейбола, когда последний раз команда тренировалась, да, и как вообще вы сейчас поддерживаете форму? Есть какие-то указания от Сергея Николаевича Алексеева? Как сейчас вообще происходит работа, есть ли она, или пока полностью устанавливаем болячки и морально готовимся, не знаю, к чему? Ну, команда была распущена две с половиной недели назад, да нет, уже больше. В понедельник будет три недели, вот через пару дней официально распущена. Вот мы пришли на тренировку, нам сказали, что сегодня будет финала шести, и, соответственно, нет смысла продолжать тренировки, да. И ситуация такая, что закрывают все спортивные центры, да, нет возможности тренироваться. Наверное, мы могли бы выйти на пляж или песок, наверное, но зачем это делать? Мы держим связь с Владимиром Романовичем Олегом, да, у нас в планах с мая начать тренировки, вот весь май, да, тренироваться. Я, правда, не знаю, как это будет выглядеть, опять же, снимут ли карантин, или режим самоизоляции, да, или откроют ли спортивную. То есть еще пока ничего не известно, мы наговорили, что мы созвонимся в конце апреля, и там примем какое-то решение. Ребята там, кто мог, уехали по домам в свои регионы, и, соответственно, все ждем. Чемпионат завершен, принято решение, да, Казань, вторая, Локомотив, не чужой для тебя клуб, чемпионы. Как ты относишься к этому решению, насколько оно логично, насколько оно к месту, так скажем? Ну, конечно, я ждал от тебя этот вопрос. И, да, Локомотив, конечно, не чужой, не чужой, болельщики Локомотива, это все, в принципе, родные все для меня, да, люди. Но я бы, наверное, не стал развернуто говорить на этот вопрос, чтобы никого, дабы никого не обидеть. У меня есть свое мнение по этому поводу, но в данной ситуации, то, что происходит в мире, федерация приняла решение, да, насколько я знаю, было голосование, голосование клубов, и они приняли это решение. И мы обязаны подчиниться этому решению, и тут ничего не сделаешь. Ну, что могу сказать, ну, ребятам, кто будет играть в Локомотиве, в следующем году нужно, наверное, постараться доказать, да, все это, что ты чемпион с приставкой, ну, не в связи с, там, знаешь, ты чемпион, а, ну, реально чемпион, потому что ребята, которые будут играть в других командах, которые, там, допустим, готовы были играть в финале шести, да, должны были играть в финале шести, у них мотивация, я думаю, будет с избытком, да, чтобы доказать, что, ну, что чемпионы должны были стать они, потому что я думаю, что каждая команда, которая должна была играть в финале шести, она достойна была, чтобы выиграть этот трофей, и этот финал шести должен был бы стать, ну, самым, я думаю, самым упорным и самым непредсказуемым, я считаю, и поэтому мне сложно, я это принимаю, да, но мне в голове сложно это принимать, но это все, ну, так получилось, да, они выиграли регулярку и заслуженно выиграли ее, и любая команда, которая заняла бы первое место в регулярке, ну, я думаю, автоматически стала бы чемпионом, вот. А, еще вопрос был, кстати, по окончанию сезона, последний матч был Новосибирск, Зенец, Санкт-Петербург, играли при пустых трибунах абсолютно, как тебе? То есть, был ли опыт, да, понятно, что бывали, наверное, матчи, какие-то там, предварительные, там, Кубка России, где гостевые команды играют, нечто такое, но вообще, как это играется и насколько это оправдано? Или, опять же, вот в таких условиях, когда спорт немножко отходит на задний план и хотелось бы доиграть чемпионат, не можно было так играть? Сегодня, кстати, ровно год с того момента, как Казанский Зенит обыграл Перуджу в Казани при, ну, помним, да, каких трибунах? Сегодня ровно год. Да, но, ты знаешь, если сыграть одну игру при пустых трибунах, это возможно, но, опять же, это не трансляция, я смотрел трансляцию, да, Новосибирск-Питер, даже как-то жутковато было трансляцию смотреть, как будто это товарищеская игра. Да, я представляю ребятам, которые были там на площадке и нужно было искать вот этот драйв, знаешь, который дают тебе болельщики, заводят. Особенно в Новосибирске, в Новосибирске, сам понимаешь, сам знаешь, площадка, зал очень маленький, и там все это чувствуешь, ты чувствуешь прям энергию, да, дыхание болельщиков, вот. Вот, и для них очень важны болельщики, да, собственно, для всех они важны, но Новосибирск с болельщиками и локомотивами без болельщиков своих, я думаю, что, ну, есть разница, но... Передаем, кстати, привет Артему Вольвичу, который просил ему только что передать привет в чатике. Сань, вопрос еще относительно Алексея Игоревича. Отработали этот сезон, он сейчас покинул команду, да, говорят, возглавят один из клубов Суперлиги. И как тебе работало с человеком, да, с которым вы выиграли все за последние, там, 4-5 лет, как у тебя происходил процесс, да, вот, коммуникации и становления общения от игрока до тренера все-таки, как-никак, вообще, насколько комфортно, ведь привычки-то разные, да, все-таки Алексей Игоревич, это более такой, ну, европейзированный менталитет, я бы сказал, у него, да, не кнут и пряник, как у множества тренеров советской школы. Для меня, лично для меня, Алексей Игоревич, это был лучший тренер, что касаемо тактики волейбола, потому что мы проводили очень много времени индивидуально, да, вместе с ним, он обладает набором информации, тактических, скажем так, вещей, да, в волейболе, которые ты даже не догадываешься. Вот, и он очень многое доносил для меня, мы старались очень много работать индивидуально, но, естественно, что времени не так много было, потому что и все-таки и Лига чемпионов, ну, вообще весь сезон был в разъездах. Вот, и я очень много, спасибо ему огромное, я очень много информации подчеркнул для себя лично, очень важный, да, и не важно, сколько тебе лет, если ты хочешь учиться, 34-34, там, 40-40, да, и расти, то, ну, тут и будешь это делать. И это, это главная, главная его мысль, которую он пытается донести, да, проще было сказать, да ладно, там, Леха, да, но, естественно, мы так не говорили, где-то вот один на один, там, мне уже там 35 лет, я и там, и сям уже знаю, но нет, так не было. И, к сожалению, еще раз говорю, к сожалению, не получилось сыграть в финале шести, потому, ну, именно вот этот сбор, который был до финала шести, и, то есть, мы полностью, и он полностью, и мы полностью отдавались вот на тренировках, и был виден наш огонь в глазах у ребят, и мы были вот единой командой, как тогда, как перед... Кубок России, да, вот, и все очень хотели поехать туда на финал шести, но не получилось, были уверены, да, что Алексей Игоревич останется тренером, но так получилось, как получилось, да, я его тоже отчасти понимаю, я с ним разговаривал, вот, и я думаю, я уверен в этом, я уверен в этом, вернее, я не думаю, я в этом уверен, что по прошествии, там, пяти, может быть, десяти, там, я не знаю, может, меньше лет, это будет лучший специалист, лучший тренер в нашей стране, и я думаю, что он не ограничится работой в России, я уверен в этом, абсолютно. и надо отдать должное ребятам, и надо отдать должное, допустим, Максу, который играл в доигровке, да, и для меня этот игрок один из самых универсальных и самых, не знаю, лучших, да, во всем, ну, в принципе, в мировом волейболе, ну, вот, и он смог, смог поменять амплуа свое, и ему было очень тяжело это сделать, я смотрю, каждую тренировку, да, ему приходилось, там, за полчаса все время за полчаса до начала тренировки, он же работал в зале все время, и работал над приемом, да, чтобы быстрее адаптироваться на этой позиции, вот, и я думаю, что если мы поставим любой клуб, да, по эту проекцию, понятно, что это наши, там, наша кухня, извините, да, там, я не знаю, давай возьмем Новосибирск, давай поставим Костю Бакуна в доигровку, и скажем, ты будешь играть весь сезон, или кого-то другого, там, диагонального, но, ну, я не знаю, я уверен, что ни один диагональный, да, простят мне ребята, я ко всем отношусь с уважением, не смог бы так провести сезон на таком уровне, как это сделал Макс, и огромное ему спасибо за это, у нас, к сожалению, не было времени, чтобы именно довести, знаешь, всю эту систему, да, а у Алексея Игоревича была определенная система, да, на, именно, на то, как выглядел наш состав, вот, но по ряду причин, я думаю, что прежде всего, наверное, мы не должны были ехать, мое мнение, на чемпионат мира, да, должны были вот остаться и тренироваться, да, там, две-три недели пытаться наиграть, вот это сочетание игроков, но не получилось, и потом все это пошло-пошло, как снежный ком, у нас не было времени, да, и уже даже на Кубке России это все не выглядело идеально, но это было, наверное, прежде всего эмоционально, нам просто уже самим надоело, да, что вот так получается, и совесть у всех проснулось, да, и все просто выплеск этих эмоций был, поэтому мы прокатились там по всем, в принципе, на Кубке мира, вот, ну, а дальше мы играли в режиме 2-3 игры в неделю, и опять же, нет тренировок, вот, ну, даже в этой ситуации, видишь, мы смогли что-то выжить из этого сезона, потому что изначально, изначально, в прошлом году говорили, что вот, ребята, мы пойдем на эксперименты, ну, все нормально, вы все раскрепоститесь, потому что, ну, сами понимаете, кто с вас будет требовать, но, ребята, это Зенит Казань, здесь все время нужно занимать только одно место, неважно, в каком вы составе играете, хоть поставьте меня в доигровку, да, или там, не знаю, Либера, все равно у нас задача будет, ну, первое место везде, неважно, абсолютно. Ответил на твой вопрос? Ответил. А Владимир Романович, да, вернется на тренерский мостик, общалась ли с ним команда, вот, в последние дни, да, в марте, как он, как у него самочувствие, соскучился ли он по тренерству, да, то, о чем он говорил год назад, когда проиграли Кузбассу, что глаза не горели там не только у некоторых игроков, но и у него в том числе. Сейчас он уже готов вернуться полноценно? С Владимиром Романовичем мы встречались две недели назад, он приглашал к себе в гости на такой, на дружеский обед у нас был, да, и он объяснил ситуацию, приглашал игроков, которые находились, вот, на данный момент были в городе еще, да, с семьями, с женами, с детьми. Он объяснил ситуацию вообще с Алексеем Игоревичем, да, какая произошла, потому что все это буквально произошло за один-два дня, вот, ну, и свою позицию по будущему сезону, по подготовке, вот. Поэтому я думаю, что, я думаю, что, конечно, он соскучился, но, опять же, я желаю, прежде всего, ему физически набраться сил, потому что все знают, да, что у него была очень серьезная операция, он перенес там несколько месяцев назад, вот, и ему еще нужно время, чтобы восстановиться. Вот. А так, я думаю, что, да, будет интересно. Я думаю, что следующий сезон, в любом случае, он будет еще интереснее, нежели этот. А вот и мерч подъехал. Покупай в интернет-магазине и подписывайся на ЗТВ.